где он он хочет водички попить откручивают все территории деревушки они стилизованы каждая там под свои вот это азиатская деревня и здесь тоже такие драконы и на самое интересное после всех гепардов носорогов бегемотов птиц это детская ферма 2 есть место которое понравится как детям так и взрослым говорю это не потому что где-то прочитал отзывы потому что приезжаю сюда уже второй раз и делаю это в составе всей семьи дубайский сафари парк за животными здесь можно наблюдать в их естественной среде обитания кого-то из зверей можно даже погладить сегодня мы проведем целый день здесь в парке и посмотрим что здесь такого интересного и почему сюда стоит приехать меня зовут егор еремеев канал мой называется также все очень просто если вас интересует дубай или эмираты подписывайтесь и у меня много выпусков о том чем можно себя здесь занять выпуски поставлю в описании мы едем из дубай марины и у нас по дороге еще глобал виллаж глобал виллаж глобал виллаж я снимал есть видео мы были здесь на новогодние праздники ну а ну как бы вроде прикольно да с одной стороны но с другой стороны нам не очень понравилось потому что тогда было огромное количество народу просто огромное количество не протолкнуться вот неудобные были подъезды мы около часа наверно только подъезжали туда заезжали вот ну и внутри это по сути очень много павильонов там всякие разные кухни ресторанчики ну вот и все это такой закрытая по сути закрытая замкнутая территория ну вот как бы прикольно да кому-то может понравиться но как бы мое личное мнение здесь есть гораздо более интересные места для посещения как началась история этого парка изначально это был дубайский зоопарк в 1967 году его построил один из местных жителей от табула первое время здесь содержалось небольшое количество животных несколько представителей семейства кошачьих обезьяны и копытные был на территории аквариум с рыбками и рептилиями также это был первый арабский зоопарк где разводили редких шимпанзе и арабского дикого кота гордона сейчас дубайском сафари парке насчитывается более трех тысяч животных изначально на обновление зоопарка был выделен 41 миллион долларов обновление это мягко сказано потому что фактически он был построен заново я понимаю что вас больше интересует животные они процесс постройки но все же на мой взгляд эти вещи важны чтобы понимать как здесь все устроено при создании нового парка заповедника использовали экологичные smart технологии с помощью которых животных смогли поместить в самые комфортные для них условия которые максимально приближены к природным для этого парк разделили на несколько климатических зон с оптимальным температурным режимом и оптимальными условиями для существования цель данного проекта не только показать посетителям разнообразие природы но и привить людям любовь к окружающей среде в целом мы сели на автобусик на нем мы проехали еще несколько остановок то есть тут по территории территория здоровая ходят вот эти вот машинки поездики на колесиках мы доехали до остановки откуда отправляется сафари а мы взяли билеты с сафари я кстати всем рекомендую брать билеты с сафари еще такой сафари сафари это еще отдельный маршрут где вы садитесь и здесь специально так и сделана территория такая штука она здесь ездит по остановкам и туда вот мы отправляемся на сафари прыгаем там еще на один автобус этот автобус уже едет по самому это по закрытой территории туда просто так вы не пройдете она именно только для сафари вот этой вот подберите билет с ней потому что там вы покатаетесь прям внутри на территории можно при желании посетить специальные курсы на которых рассказывают как правильно ухаживать за животными сейчас парк поделен на несколько так называемых деревень здесь есть африканская деревня деревня исследователей азиатская деревня арабская пустыня и деревня аль-вади это уже скорее некая лаунж зона где можно отдохнуть и поесть перед тем как продолжить экскурсию и то что нравится всем детям это контактный зоопарк где можно погладить коров коз и других домашних животных в африканской деревне живут животные с африканского континента обитают тут как самые крупные так и самые маленькие представители наземных млекопитающих от африканского слона до суриката здесь можно увидеть акапи которого также называют лесным жирафом при этом он напоминает больше лошадь чем жираф охоте обладает полосками больше похожие на те которые есть у зебры единственная территория где это животное встречается в природе демократическая республика конго в этой же деревне обитает белый лев они такие за редкой цветовой мутации южно-африканских львов считается что белые львы были коренными жителями региона тимбалате в южной африке на протяжении веков несмотря на то что самое ранее зарегистрированное наблюдение их было в 1938 году по-настоящему известны людям они стали после книги 1977 года белые львы тимбалате еще одни звезды африканской деревне бегемоты особенно они прославились своими танцами под водой пигмейские гиппопотамы когда находятся в группе себе подобных ведут себя так словно они на дискотеке наверное именно поэтому в мадагаскаре появился танец moto moto на сафари катались потом у нас был шоу птиц а сейчас оказывается я думал это кольф клуб это как-то тут представление с птицами будет сейчас сова прилетела показывали орлов показывали сов показывали грифа а сейчас мы в азиатской деревне вот прятался там маленький обезьян в азиатской деревне обитают животные из азии в том числе индийский слон и комодский варан он же комодский дракон это самая большая из ныне существующих ящериц и самое тяжелое из чешуйчатых некоторые такие вараны могут быть более четырех метров в длину и весить более 130 килограммов еще одна местная звезда лунный медведь который получил такое название из-за окраса на груди напоминающего полумесяц сделано прикольно как будто в пещере спускаешься и здесь стекла и можно посмотреть как бегает возле тебя кенгурята как плавают всякие птицы водоплавающие у нас одна была сафари это теперь сафари по арабской пустыне арабин дезерт сафари что касается сафари по арабской пустыне то тут можно увидеть в основном представители дикой природы аравийского полуострова антилоп гиен гепардов лисицу феник последняя получила название от арабского фанак что дословный значит лиса а еще она считается национальным животным алжира феники животные социальные поэтому и тут они держатся стаями где может быть до 10 лисиц обычно это семейство родители и дети сами они очень общительные разговорчивые постоянно скулят лают и издают вой на самом интересное после всех гепардов носорогов бегемотов птиц это детская ферма это потрогать коровку и барашек а это самое конечно интересное раз два три четыре но пять пять наверно основных частей ну тут вот сколько животных очень очень много всяких разных животных ай а а а а а а а а а друзья если видео вам понравилось ставьте лайк делитесь в комментариях о чем еще вы хотите узнать понравилось вам не понравилось и если вы любите путешествовать вам интересны арабские эмираты посмотрите мои другие выпуски где я и взбирался на горы и катались на велосипедах и погружались в ледяные ванны в общем много всего интересного и чем себя можно занять в этой стране пока увидимся в следующих выпусках и не забывайте заходить на мой второй канал smart education где рассказываю о зарубежном образовании если вам интересна учеба за границей спасибо и пока а